Всем привет, мои дорогие! Давно с вами уже не виделись, точнее сказать, в этом году мы не виделись вообще. Очень за вами скучала, очень скучаю за вашими комментариями. Слава Богу, они всегда все хорошие. У меня очень много идей для видео, хочется снять очень много, рассказать вам, но, как всегда, катастрофически не хватает времени. Так как я работаю, вы уже это знаете, я занимаюсь кератиновым выпрямлением, восстановлением волос. В общем, различными лечениями. В сегодняшнем видео я хотела бы вам показать свою посылку, которая мне пришла с Avon. Когда-то давно, еще в школьные годы, я очень много заказывала в компании Avon, мне все очень радилось. Ну и как-то последнее время я подзабыла про эту компанию. Ну и вот, как чисто случайно, женщина предложила мне продукцию Avon, и я все-таки решила что-то взять. Когда-то давно я пользовалась тональным кремом фирмы Avon, и, собственно говоря, из-за него и сделала свой заказ. Вот этот тональный крем, я думаю, вы его все знаете, то есть он уже довольно популярный. Мне он очень нравится, что по своей текстуре, что по стойкости. Он немножечко с таким матовым эффектом, не создает на лице эффекта маски. То есть он мне очень нравится. Еще я его не просила на свое лицо. Вот такой вот натуральный бежевый тон. У него приятный запах. То есть сколько помню, минусов я у этого тонального крема не замечала. Не знаю, как сейчас. Попробую потом в каком-нибудь видео о пустых баночках обязательно вам расскажу. Следующая в моем заказе это компактная пудра от Color Trend. Вот такая вот. Такой пудры у меня никогда не было, но неоднократно я слышала и видела видео отзывы, как хвалят эту пудру. Я не знаю, какая она. Пробовать не пробовала. Когда-то давно, еще в школьные годы, у меня был брасматик такой фирмы, но он мне, если честно, не очень понравился. Вот такая вот девчачья розовая коробочка, очень даже симпатичная. Такая вот пудра. Смотрите, какая красивая коробочка. Напоминает кое-какую пудру, да? Вот, открываем ее. Такой вот красивый спонжик. Подходит под мои ногти. Очень стильненький, мягкий. Причем я не люблю наносить пудру кисточками. Я люблю только вот такими вот спонжиками. Поэтому спонжик уже радует. Такой приятный кремовый запах. Тоже такой натуральный тон. Думаю, подойдет мне. Сейчас проверим, какая она по структуре. Ну, вроде бы мягкая, но смотрите, она как-то плохо пигментирована, что ли. Ну, не знаю, нужно это все проверять. Как-нибудь сделаю макияж и как раз посмотрим эффект этой пудры. Ну, она стоит недорого. Поэтому, если она какая-то плохая, я особо не расстроюсь. То есть, для видео и для пробы ее можно было взять. Следующее, что мне пришло, это вот такой вот брасматик. Пробовала я когда-то такой брасматик. Обожаю вот это делать. Ой. Прям получаю удовольствие от этого. Когда-то давно у меня такой был. Объемная тушь для ресниц. Супер шок. Она тоже уже очень популярна. И вообще, я очень люблю туши, которые для объема. По-моему, здесь силиконовая кисточка. Оп. Да, силиконовая широкая кисточка. Обязательно попробую накрасить ей реснички. Но не сейчас. В каком-нибудь видео я сниму. Пахнет она, как обычная тушь. Немного каким-то спиртом. Раньше была хорошая. Сейчас сказать ничего не могу. Но обещают супер объем. То есть, ну, всем известно, супер объем это только нарощенные ресницы. Поэтому тушь главное, чтобы она хорошо разделяла, не оставляла комочков. То есть, чтобы вам было комфортно с такой тушью. Следующее, что вот такая вот сыроводка для волос, для сухих поврежденных кончиков. Сияния на весь день. Когда-то у меня было такое маслице от Эйванс желтенькое. Тоже для сухих кончиков. Мне очень нравилось. И всегда был такой приятный запах. Оно было в таком же пузыречке, только это прозрачное, а то было желтое. Ммм, очень классный запах. Напоминает Пантин Прови. Очень люблю запах Пантин Прови. Ну, попробую масло это. Сыроводку точнее обязательно расскажу, как она в использовании. Заказывать им или нет. Сейчас советовать не могу, потому что сама не пробовала. Могу только немножечко сейчас нанести на кончики. Совсем чуть-чуть надо. Распределить по рукам. И на кончики волос. Сейчас посмотрим, заблестят ли мои волосы больше. Пахнет очень круто, даже если она особо эффекта никакого не дает, то запах крутой. И даже мои волосы вот были плохо расчесаны, сейчас они прям пальцами расчесываются. Ну, по-моему, ничего. Ну, интересно, даже запах. Ну, что, больше блестят? Не знаю, делайте сами выводы. Следующее, что мне пришло, это вот такой вот чехол на iPhone 5s. Я его когда-то давно тоже видела. Хотела очень именно этот розовенький, но потом его не было почему-то в продаже. А сейчас, недавно смотрю, опять появился. Ой, очень такой интересный, рифленый. Красивый розовенький. Прям опять меня что-то потянуло на розовенький цвет. Розовый, голубой. В общем, померяю обязательно. Мне нравится. Такой силиконовый. Больше всего люблю чехлы на телефон силиконовые. Очень удобно, очень практично и безопасно, потому что у меня ребенок, и он постоянно мой телефон случайно кидает в стенку и всякое такое. В общем, чехол силиконовый его однозначно спасает. Следующее, что это вот такие вот штучки я купила. Одеваются они на бюстгальтер. То есть, делаются, как если под борцов к майку, бретельки, чтобы вот так не перекручивать. Есть такие специальные штучки. Тут на картинке показано. Очень, по-моему, прикольная штучка. Вот как раз есть тут бежевенькая и черная. Очень нужная вещь для каждой девушки. То есть, я ужасно не люблю, когда торчат бретельки от бюстгальтера. Это как-то смотрится не очень красиво. Раньше, хотя мне было как-то все равно, но сейчас уже как-то не по себе. Неловко себя чувствуешь, когда торчит у тебя что-то. Ну и последнее, что я заказала в компании номер 2, это рубашка, собственно говоря, которая на мне. Она немножко не выложена, потому что я ее достала, сразу одела. Это рубашка комби-дресс. Не знаю, как показать вам ее полностью. Очень хорошая ткань такая, прям хэбэшная, я бы сказала. Такой приятный, нежный голубой цвет. Сейчас я вам покажу ее, как она выглядит, чтобы не было видео, которым за 18. Вот так вот она выглядела, стоит недорого. И качество очень крутое. Это рубашка комби-дресс. Обожаю вообще всякие комби-дрессы. Рубашки комби-дресс у меня ни разу не было. Но единственное, мне кажется, я немножко не угадала с размером. Можно было чуть-чуть меньше, потому что она как-то в спине вроде бы хорошо, а внизу она очень топорщится. Можно было заказать на размерчик меньше. Но в целом мне рубашечка очень нравится. Ну и еще, что было в моей замечательной коробке Avon вот такой вот. Ну и следующее, что мне пришло, это, естественно, новые каталоги вот такие. Вот это уже компания номер 3, которая к 14 февраля и по 27 февраля получается. Очень много здесь всего интересного. Вы можете посмотреть в интернете онлайн Avon. То есть посмотреть всю продукцию. Столько тут всего новенького обязательно закажу. То есть меня это очень-очень манит. Я, как помню, в Букиных мама их не стала работать тоже в какой-то компании косметической. И все за деньги, то есть она тратила на свою же косметику. Это я, наверное, с той же оперы. Вот следующая уже, следующая компания мартовская. Ее еще не смотрела. Остается загадкой. А, и также есть такой вот пробник духов. Я их уже мухала. Они очень классно пахнут. Сочное яблоко, мимоза и сандал. Вообще я не люблю цитрусовые, ой, цитрусовые, цветочные ароматы. Но этот прям мне очень даже понравился. Поэтому советую вам где-нибудь его понюхать. И стоит он, по-моему, не очень недорого. Так, Bivalavita называется. Фруктово-цветочный аромат. Стоит он всего 749 рублей. То есть я считаю это совершенно недорого. За 50 миллилитров. Это практически даром с нынешними ценами. Вот так вот. В общем, всем спасибо за внимание. Всем хорошего настроения. Ждите моих новых видео. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте класс. Всех люблю. Пока.